Вы можете употреблять в холодильнике и сделать руку в холодильнике. У нас есть рыба. Это и нет другого рождения. Даже не сидит, а не в пакет. В пакетах может легать, даже 6 лет. Ну, все на сегодня. Вчера покушали, и на сегодня сделаем строганино. Берем, отклеиваем, спокойно. И так вот. Остальное сразу уберем в пакетик и положим на мороз. Чтобы была она второй раз заморожена, она будет кисель, а это, видите, выловленное и сразу замороженное, то есть ловилось в температуре. Ну вот, кишки вот так выпали. Всё, теперь нам надо снять кожу, поэтому надрезаем. Работаем в перчатках, чтобы рыба не скользила, так лучше. Вот, надрезали. Ну, ты видите, как снимается. Вот, если рыба перемороженная будет, или она на второй раз, она будет у вас, видите, видите, как ровненько, когда она заморожена один раз. Если у вас на второй раз, она будет уже, уже как кисель шелушиться. Вот, вот видите, вот это уже показание того, что рыба уже размораживалась. Всё, кожу сняли, это, кошкам как бы подарок будет. Ну и можно настругивать теперь вот такими полосочками, вот так. Чем тоньше, тем лучше. Вот так вот пошел на строгаре. Вот так вот. Вот, но мы так даже не будем делать. Зачем там, мы просто вот так её нашинкуем, вот такими полосками, вот так вот. Нам вот это так нравится с косточкой. Всё очень-очень вот такими нарежем. Вот, видите, сейчас, как кольца хорошо видно. Вот сколько там. Вот так нарежем её и будет тоже неплохо вместе с костью, и ничего страшного в этом нет. Вот, как вы её пошинкуете. Главное, Кольца не не очень-очень, но если их не может будет, они неаакет, они не могут быть лисовом и сильными с ними. Кольца не protagonist и человека, если чтоб рыбка была добротная. Кольца не может быть в роман, нижней лисовом и наоборот. Причем это проблемой, нет, я думаю. Кольца необычного лисового, по-другому. Наоборот. Кольца не будут изделены. Добавлены горчицы, перец, соль, лук, 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 лук. Добавлены горчицы, перец, соль, лук, лук. Субтитры делал DimaTorzok соль и перцем, но если добавить уксуса и горчички, то еще больше. Второй заход. Ну, потому что напала еще я, поэтому рыбу съели в два раза быстрее. И еще у нас есть кот, а его тут нет, который должен был есть вон ту шкурку, но что-то она сегодня не хотела. Иша, я смотрела, что есть кишка-хуннельмы, и у нее там оказался маленькая рыбешка, потому что это хищная рыба, и поэтому у нее есть рыбки. Кто есть? Тугун. Тугун? Она хищная, она только питается. Я сказала. Она питается только мальками. Я сказала, что она хищная. Сейчас мы будем надеваем наши перчатки маньяка. Каких маньяков ты? Ничего гонишь. Это перчатки, чтобы рыба не скользила. Маньякам никакого. Ну, мы же расчленяем рыбу, значит мы маньяки. Да почему расчленяем? Вот, второй заход. Потому что одной... Теперь будем как делать? Значит, делаем надрез, чтобы у нас было проще нам не стругать. Прямо чешуйка такая. А можно было... Вот такой надрез сделаем. Вот так, по кругу. Вот так сделали надрез. И разбили тарелку. Почему разбили? Почему не разбили? Так. Тут, значит, для снятия кожи... Для снятия кожи сделали разрез. И тут надо... Вот. Поэтому нам надо будет сделать вот так. Еще вот тут дополнительно один разрезик. Вот так. Прямо смело. Оп! Потому что плавнички вот эти грудные мешают. Вот. Теперь берем ту часть, которую мы будем кушать. Снимаем кожу. Ну, это делается так, чтобы повседневно есть. Вот так. Вот она пошла. А можете еще показывать? Это за столом, типа мастер-класс. Полностью, да. Вот так вот вышло. Вот. Какая красная рыба. Ну, это да. Это прям красота. Красная, да. Получилось, у нас половина, куда-то мешает. Маленько. Вот так мы его сейчас выдавим. Плавничок. Но это все тоже скушается. Вот так вот. Вот получилось. Так. Этот у нас теперь можно достать полностью. Там тугун. Там тугун, да. Потому что рыба это хищник. Вот это тоже можно удалить. А для этого надо прорезать её примерно до хребта с этой стороны. Мы ей сделали дырочку, прорезали. И теперь вот не так строгаем, а можно, даже нужно, именно вот этими пластиками, а шлюна потекла. Вот так вот, вот, сейчас, оп, жестко, вот так, вот один пластик, видите, упал. Так, если мы кусок отрезаем, то у нас таких пластиков будет трудно нарезать, особенно, в конце, стол тресётся. Да. Так, вот. А половину настрогаем, настрогаем. Вот. А зачем настрогать? Настрогай половину. Половину мы сделаем так, а половину мы настрогаем. И потом выберем, что удобнее есть. Вот такие кусочки. Ну что, ну вот я тебе настрогаю вот так. Ну вот, давай строгай. Ну вот так вот, вот такими можно. Это на усмотрение оно всё. Это, если Вы хотите, без косточки есть. Остальную сделаем всё-таки. Это просто пафин любыми методами, поэтому он режется. Косточки. 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 Вот видите, остается, видите, мы можем, когда не полностью отрезали, вот и всё, полностью везде. Вот и этот кусочек отрежем. Вот, а остальное всё убираем. Видите, как ровненько всё получилось. Вот. А теперь наш эксперт Галина Фёдоровна попробует эту рыбу. Эксперт, прошу Вас. Эксперт, прошу Вас. Эксперт, прошу Вас. И смокаю вот сюда. Полностью. Чтобы она вся вошла туда. И она потом какая-то разбогшая становится. А потом может её вот сюда. Но потом назад ещё раз. Потому что... Потому что... Вот так. А теперь попробуем? Рыбы не осталось. посмотрите как быстро она улетает можно ускорить скажите ваше ощущение насчет рыбы напишите вкус нет просто тает во рту да вот это можно сказать вот два макала сама то двойное макала после этого вот сюда еще и так намного вкуснее потому что тут растворяется соль и она как бы не чувствуется а когда ты мыкаешь прямо в соль и в перец то прям остается такое классное похлевкусие а уксус просто делает пикантно пинка блин пикантность далее пикантность и дает пикантность для нас от гуманитарий я не знаю что это такое но я явно думаю что это нехорошо кто вот это да это это кровяной пазух короче по этой короче рыбка потекла кровью потому что мы ее начали резать я распластала эту рыбу чтобы есть и удобный без косточек потому что некоторые косточки могут застрелять в вашем горле с косточками ничего дали ой даже удобнее держишь вот и ешь ее ну я любительница большая тогда когда настрогают они как ты режешь королев работает да так вот лайк ставьте лайки подписывайтесь на канал возвращайтесь снова за новой строганины я хочу сказать что строганина это блюдо народов севера и у них там она раньше называлась и строганина а струганина вроде так через букву у но теперь это основное блюдо и и это рыба не имеет всяких вот этих она самая чистая рыба да это чистая рыба а если вы возьмете леща то вам попадутся всякие там лещи всякие вот эти леша и паразиты ужасные а в этой рыбе она просто как чистый граненый алмаз ничего в ней нет а если вы даже забодозрили что там есть какие-то паразиты то не пугайтесь это всего лишь сосуды ну а кости у нее не такие ушёсткие как в ките потому что китае то вообще там у него кости ужасные ты чё кита ела нет рыба кита кита китя ну блин вы поняли меня мне попалась кость я набрала слишком много шоя и рыбы уже нет а был ли мальчик а может мальчика и не было совсем и вот что от нее осталось не обращайте внимание на бардак вокруг вот этого картины там все по делу вот в этой это короче желудок там есть я его разрезала и там есть короче этот тугун 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 муксун есть тугун 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 как-то желудок это один желудок вы представляете это один желудок короче я тупила я думала что у него два желудка это оказывается только один желудок потому что тут ну где то точно так же тебя разрешит похоже желудок нет ну я думала что у него два желудка потому что две рыбки он заглотил вот это короче типа остатки каких-то майков я не знаю они ужасно пахнут наверно потому что это трупики вот а это это я не знаю она такая мягкая это селезенка селезенка никогда не видела селезенку у рыбы а желудок так у него такой упругий в принципе эластичный а чё это кишок а а вот это это кишки это толстая кишка это толстая а та тонкая а вот этот я разрезала а вот тут кто-то по имени дмитрий оставил рыбу вообще вот как так можно было оставить если бы я не смотрела на желудочке тогда бы мы даже и не нашли мотал это все рунда настоящий вкус не передай ну вот вы можете пойти на свою речку словить и поесть словить нельму словишек а она только в дельте тихого океана в дельте хочу а блин блин я заслуживаю на тупую девочку 2016 года красивая какая чешуя похоже на хвост русалочки прям вообще классно я пытаюсь приблизить но она не подчиняется мне это слишком макрославка ну вы короче поняли